Короче, прямо сейчас я расскажу вам про новую фичу Яндекс.Браузера, которая убирает всю воду из текста и делает его. Короче, открываем статью в браузере, находим волшебную кнопку «Пересказать кратко». Она вот тут в строке. Нейросеть Яндекс.ГпТ делает краткую выжимку всего этого огромного текста, выделяя самое главное. Например, если вам нужно прочитать много статей по учебе или работе, а времени совсем нет. Короче, го-тест. Как на компе, так и на мобиле. С вами был Слава. До встречи. Ребята, всем привет. Новый день, новый влог. Малыш наш, надеюсь, сейчас находится в переходе в сон, потому что к нам приехали снимать ньюборн-съемочку с вот этим попником, которым уже три недели. И она уже даже улыбается, дарит нам улыбку каждый день. А что Вивочка нам дарит, расскажу вам попозже. Потому что у Вивочки начался какой-то стресс. Хотя мы ей уделяем много внимания и любви. И на ручку держим Вивочку, да? И гулять пойдем. И на дачу завтра поедем. Да, Вив? Да, да, все это будет. И Вива с нами везде поедет, да? Да. Я в своем боевом виде, как всегда, в своей рабочей униформе. И в утяжках, про которые я вам рассказывала с ВВ. Вот. Ну, довольно-таки плотно, я не знаю, хорошо это или нет. В целом комфортно, сидеть комфортно, лежать, кормить комфортно. Так что, конечно, снимать не быстро, если куда-то приспичить, например. В общем, ладно, пошли на кухню смотреть, что там, потому что там вообще такое. Это Мария. И расскажите, давно вы занимаетесь ньюборн съемочками? Ну, и не только ньюборн получается у вас еще. Да, до ньюборн я снимала лайв-стори, семейные съемки. Ага. Уже, как у меня появился свой малыш, это чуть больше пяти лет. Ага. Я сняла ньюборн и поняла, что вот это то, что я хочу снимать. Так здорово. Так интересно еще, вот как вот это все пеленают как-то правильно все. Да, ну да. Но у вас больше именно нарядики такие, да? Ну, у меня есть и нарядики, да, и пеленание. Но это все зависит от малыша, от настроения. Если беспокоить что-то, то очень вспоминается. Ага. Если же... Не, у нас если пеленается, то это все начинается нервяк какой-то. Ну, не знаю, посмотрим сейчас, что будет. Красоты, да. Ой, сколько красоты у вас, милоты всякой. Есть, наверное, специальные наряды для девочек, для мальчиков. Все такое. Как клево. А вот съемка, то, что делается мама с папой с малышом, это на фоне света прямо здесь снимаете? На фоне света. Ага. И если где-то есть однотонная стена. Ага. Хорошо, да, есть такая. Клево. Всегда было интересно вживую посмотреть, как это все происходит. Вифф, ну что она, спит? Какой у нас сон? Что-то там какие-то дела. Я думала, ты спать будешь. Колобок. Сейчас что-то намечается, да, мне кажется? Затишье перед бурей, скажем так. Ладно, вернусь к вам, когда уже начнем что-то. Тут нашу анютку упаюкивают. Затишье перед бурей. Затишье перед бурей. Затишье перед бурей. давай и мы достаточно долго кстати снимали получается в 2 к нам приехала мария фотограф и только всем и только всем вы закончили вот но понятное дело почему мы еще долго снимали потому что у нас были паузы и не маленькие паузы и на покушать и на поменять подгузник короче вот такие вот всякие приколюшечки вот поэтому достаточно так все было узнать не за два часа вот но наверное за два часа можно снять только если ребенок прям спит вообще очень глубоком сне и ты спокойно переодеваешь ветер капец скоро будет дождь через час обещают еще к нам сейчас везет курьер кроссовки новые которые мы ждали довольно таки долго заказывали еще вот так что посмотрим надеюсь что подойдут размеры ладно как раз я особо много обуви не могла носить потому что я ну из-за беременности конечно все отекло и так далее я носила куда определенную обувь более удобную мягкую а так видела еще вопросы по поводу того типа покупала ли я какую-то специальную обувь и стала ли у меня нога больше после родов после беременности нет с ногой все в порядке нога такая же хожу в той же обувь который ходила до беременности и получается беременность тоже ходила короче ходим вроде во дворе завтра поедем на дачу сегодня будем собирать манатки еще дома немножко навели суету конечно вот сегодня то что снимали но в целом и там уже все привели в порядок после съемки достаточно быстро а еще пострелять мы на даче так до сих пор они поставили фильтр на воду вот так что придется нашу они покупать в воде с немножко такое типа желтизной но на самом деле меня там купали моих братьев там купали и все с ними в порядке ничего не случилось с нами какими-то там или пришленцами вы не стали так что все нормально вот приедем на дачу и уже договорились по поводу фильтра на воду как раз я думаю когда мы там будем к нам приедут и установят этот фильтр на воду надо будет еще узнать как это все происходит чтобы у нас была вода вообще в этот день то что ребенка купать подмывать обязательно надо привет ребята новый день но не новый влог продолжаем закончили мы с вами на new born съемки хочется насосочку нет да мы доехали капец ура привет ребята новый день и он у нас начнется на даче сегодня я не знаю какое сегодня число алиса какое сегодня число интересно а в другом районе какое число сегодня 30 июля мы наконец-то на даче приехали мы позавчера 28 и в этом влоге я вам расскажу как мы доехали с ребенком какие приключения ждали нас на этом пути как мы здесь обустроили потому что я как раз таки ну вот первый день когда мы приехали но мы приехали поздно и на следующий день что-то раскладывала обустраивала дело заказанного б ну короче всякие такие движухи сегодня хотя бы хорошая погода потому что вчера она была ужасная вчера весь день был дождь и только ближе к вечеру ну короче где-то в 7 часов вечера дождя не было и мы пошли даже прогуляться и чтобы понимали я была в куртке в зимней вот такая была погода хотя вроде как что там 18 градусов было но очень сыро так вот прям не очень приятно короче чё сказать смотрю и вот все в паутине опять надо и дом убираться и снаружи убираться и я конечно в шоке полнейшем мы же вот были полтора месяца назад я не понимаю видите там паутина за окошком вот такое чудо вот я вчера выходила ну понятно мы выходили на улицу я еще в дождь даже выходила настолько не не терпелось посмотреть что там у нас выросло не выросло потому что день когда мы приехали мы приехали уже поздно было темно я сейчас сидела за компом красилась пила чай и ела вот такие вот вкусные кофеяные печеньки я с собой взяла всякие утяжки свои но мне так впаду их носить если честно так нравится когда ничего не стягивает твои органы и вообще просто не стягивает вот но живот конечно у меня еще есть вот видите так что конечно было бы неплохо поносить всякие утяжки туда и так далее короче чё сказать будем убираться как обычно что чаще нам делать вся моя жизнь будем убираться тут лежит наш младенчик с папочкой и с вилочкой милый младенчик здесь сейчас можно сказать пусто потому что многое сохнет у нас на втором этаже и что-то здесь слава вчера спустил надо будет сейчас это все разложить разобрать ой здесь у нас вообще ничего нет здесь у нас было полотенце тоже сохнет блин круто дождь чтобы только не это не должен быть дождь не обещали засадки здесь я храню полотенце пледики вот сейчас тоже сюда сверну а внизу запасы всяких подбузников пеленок салфеток важных кстати вот эти пеленки одноразовые про которые сказал что они ужасные ну по сравнению например вот с этими вот эти пеленки просто офигенные прям вообще офигенные вот эти вообще фуфло но они там были по какой-то хорошей цене и их прям много взяла и могу сказать что здесь на даче они отлично нам пригодились в ванной у нас вот так показываю вам до того как типа навела какие-то порядки но на самом деле тут и не сказать что грязно но хочу покажу сейчас уже как есть здесь я храню пеленки на самом деле вот вот так выглядит вот эта пеленка просто она не такая типа классная как от другого бренда 3 вам показала но по сути для того чтобы ребенка просто положить не на голую хрень она что-то норм ну и плюс понятно на сюда если что-то пасека и так далее тоже свернул выкинул то есть вообще пофиг на самом деле но я не буду скорее всего такие больше заказывать мы сейчас пользуемся суда кремом вот этим потому что у появилась небольшая опрелось на попке что еще здесь у меня вот такие штуки не могу сказать что мы часто пользуемся но вот вчера ушки я протирала не внутрь засол просто ушки протирала что еще миромистин на всякий случай вот такие вот палочки я показывал еще в москве вот эти девчонки очень хорошая вещь прям закажите обязательно если сомневаетесь не сомневаетесь берите потому что всяких козюлек прям надо доставать довольно таки удобно вот даже если не всегда пользуетесь там липким словом то что я бывает не липким даже достаю а обычно вот такую заказала на вб у нас москве с жирафом по моему сюда с кровать заказала здесь у нас есть газоотводные трубочки на всякий случай мы ими пользовались только один раз когда первый раз у нас были колики вот надеюсь что больше никогда не придется пользоваться но все равно с собой всегда аптечки вот эти все возим немножко ватных дисков здесь хранится но на самом деле у нас конечно есть еще если приду ему понадобится здесь пеленки здесь подгузники вот все тут было заполнено впритык и как бы за два дня уже хорошенько потрачено вот такой вот молочко подарили нам в роддом я вам тоже показывала в влоге но пока пользуется один раз вообще не знаю насколько сильно нужно прям постоянно младенцы намазать всяким я не то что противница но по-моему у нее и так все мягенько вот такие штучки тоже у нас есть сюда привезла это для чувствительных участков кожи крем но пока не пользовалась не знаю если честно насколько это лучше суда крема например будет еще сюда привезла вот такой крем для чувствительной кожи тоже нам дарили в роддоме до 25 года можно его здесь оставить чтобы всегда тут что-то тоже было для нашего младенчика а еще в ванной у нас всегда и в москве здесь на даче мы храним этот соску пустышку сейчас она уже обсосанная надо ее простерилизовать сюда положить здесь на полочке ванны храню потому что вдруг она начнет орать девка на у нас характером и надо сразу воткнуть соску и все проблем решена стиральный гель вот этот и офигенная вещь открыла ее для себя вчера это пятна выводитель просто обалденный вон там у него уже висит наряд в общем девчонки вот это прям офигенно работает супер я в москве парилась и замачивала что-то со всякими средствами свб а надо было просто бляхом ухо пшикнуть пару раз на пятно вот реально офигенно в москву тоже такой закажу у нас одна такая была из москвы как раз сюда притащила подумала пусть здесь будет потому что москве у меня всякие штучки для мытья типа отбеливатели и так далее здесь у меня такого нет но именно пятна выводителя я решила что пусть здесь как бы тоже будет вот это туалетная бумага влажная короче мне не понравилось качество потому что они рвутся прям в руках я думаю что это сделано может для того чтобы хорошо растворялась типа в канализации не знаю как тут написано но я просто дома начала такими пользоваться москве и они прям вот ты достаешь и просто это достаешь рваный кусок бумаги ну то есть вообще отвратительно поэтому я их тоже сюда привезла и если чё блин мы воспользуемся ну ужас реально привезла сюда вот такие штуки потому что для москвы у нас тоже есть я потом покажу какие повесила ну как в принципе тут все как в москве я здесь храню дополнительную одежду здесь пока ничего нет но тут а тут есть носочки тут у меня обычно носочки шапочки какие-то такие мелочи а здесь одежда вот и здесь висит ее полотенчика анюткина которым я вытеряю ей попку когда подмываю еще мы купали и вот такой пенкой вчера очень классная кстати говоря сразу пенится пользовались вот этой ванночкой что владенчик спишь с ней тебе снятся владенческие а когда мы приехали понятное дело мы сразу но не сразу занялись тем чтобы передвинуть комод как бы мы так и предполагали что нам придется его подвинуть потом чтобы ребенок все-таки не здесь где-то с бабуш кровать кроватка стояла здесь понятное дело что мы ну как бы знали что надо будет подвинуть разумеется кроватка сейчас поднята высоко так как было при сборке и понятное дело стенку тоже у нее не опущена если честно я не знаю сколько хорошо получится если опустить эту стенку потому что все равно как будто бы у нас будет дырка между кроватью нашей кроватью а не и это конечно нехорошо и непонятно вообще как быть понятное дело что там в комплекте шли тоже какие-то эти крепежи чтобы привязать кроватку но все равно есть вопросик мне удается соблюдать порядок в детском гардеробе принципе так же как и в нашем понятное дело но это типа знаете как сказать что понятно с ребенком там времени мало еще что-то я понимаю что скорее всего позже хотя это не факт но в комментариях в телеграме особенно любит попугать что типа у это сейчас у тебя хватает времени а потом тебя не будет времени потом тебе вообще жизни не будет у тебя знаете как всегда как я не знаю вот забеременеешь обязательно у тебя будет оси 5 10 токсикоз обязательно ты не сможешь делать то это ну знаете вот постоянно реально чё бы ни происходило всегда даже не то что выпугают а прям жестко утверждают о том что будет что-то не так что будет это не так что у тебя там не знаю здесь что-то короче будет криво косо это постоянно вот я родила и мне все писали даже не то что я родила а тут еще когда я была беременна все это что ой ну все типа это счастье по ребенка то нет конечно у тебя там и чисто дома и то и ну и знаете вот такие вещи а сейчас у тебя ребенок появится у тебя будет дома обязательно срач у тебя будет там я не знаю времени на себя не будет ты не будешь там успевать даже накраситься сходить в туалет я понимаю что у всех все по-разному и у кого-то есть помощь у кого-то нет помощи от близких а еще каждые четыре дня у нас как бы типа могут быть колики но я сделала такой вывод хотя я думаю что конечно это все ерунда просто первый раз разбили потом через четыре дня и вот вчера было тоже четыре дня и она вчера в какой-то момент начала так плакать с таким знаете в глотка аж надрывается и я подумала что наверное ну все а вот эти колики они так начинаются просто вот по щелчку ты даже ну не осознаешь они уже тут это реально когда аня беспокойная слава начинает говорить то что у него наверное у нее колики типа бедненькая наверное у нее колики животик болит что-то такое знаете я начинаю горит не произноси это вслух как волон-де-морт я говорю чтобы я не слышала в доме слова колики короче знаете какой вот я сделала что если ребенок хочет спать он будет спать ему никакой шум не помешает ему вообще будет пофиг со спящим младенцем на кровати кровать не заправишь вы посмотрите какая же она пуговка хорошая мая чудесность в общем что рассказывать кроватка у нас стоит здесь вот и анютка в ней уже спала не один раз очень хорошо спала но конечно нет ничего лучше чем спать рядом с мамочкой с папочкой кроватка обалденная конечно она побольше матрас получше я думаю что ей на таком матрасе конечно больше нравится спать хотя я уверена на нашем и еще больше нравится спать если сравнить с кроваткой например от чика который у нас дома но вот такая кроватка у нас в москве к нашей кровати но это был бы треш ну то есть там бы вообще у нас не было места для прохода поэтому та кроватка от чика который у нас дома стоит она конечно хорошо там стоит вот плюс тут есть этот маятник типа можно шатать но мы как бы такое не делаем и вообще не уверена что наша анютка такое любит хотя вроде все детишки такое любят но что-то я не уверена что я это вкатывает вот почему-то мне так материнское сердце подсказывает слава установил сюда у такого жирафика это подарок от мамы славы получается бабушки анюткиной вот но он снял вот эту штучку игрушечки что-то ему тут не нравится как-то как будто не сильно закреплено так вот и он хочет закрепить получше но понятно что она пока на это не смотрит но все равно как бы повесить можно она там какую-то проекцию звездную классную дает все супер подушки эти нам не мешают абсолютно ребенок хорошо лежит никуда не крутится не верстится в подушке носом не утыкается все супер знаете то о чем говорили ни в коем случае потому что кошмар сейчас она вообще не двигается плюс обычно я под спину что-то подкладываю чтобы она особо не крутилась не вертелась сначала я вообще клала на боку она начала спать на спине а голова в бок и я подумал что блин наверное так удобней и кто-то тоже написал что самая лучшая поза для ребенка ну что-то там не то что самое лучшее только ей пользуйтесь но просто типа удобно это именно чтобы ребенок лежал на спине но голова в бок нам это еще говорила педиатр еще до того как я родила вот у нас была консультация то что в роддоме нашим чтобы мы обязательно ее так вот меняли положение что если она спит долго так то потом поменять его так чтобы долго не залеживалась на одном месте и есть еще такая возможность что ребенок если плачет и у него чистый подгузник он точно сыт и там может быть например на ручках тоже мы не по кайфу что может просто он залежался на одной стороне и можно попробовать перевернуть на другую нам так говорили по крайней мере но у нас она от этого вообще не плачет она головешка своей спокойно крутит она уже головешку как будто даже держит здесь у нас этот медведь из москвы привезенный и кокон блин кокон и ваще не зашел мы его сюда привезли потому что у нас здесь нет всяких гаджетов таких типа люльки от чайка которые по квартире водишь вот и мы его привезли сюда что все таки ну как бы будем пробовать ее сюда класть и например где-то рядом с нами там на диван на стол ставят я знаю чтобы ребеночек был рядом но при этом как-то лежал из и закреплен был чтобы никуда не это не выпрыгнул вот так что привезли сюда кокон что москве мы вообще не пользуемся так что может быть здесь попользуемся вот открылась здесь окошко потому что сегодня хорошая погода и сейчас довольно-таки жарко вот не знаю долго еще собирается спать анютка в принципе чё тут рассказывать все рассказала здесь нужно придумать ну не придумать а просто снять опустить вот эту хрень или она вообще снимается наверное ну да наверное полностью снимается получается придвинуть кроватку к нашей приезжать хорошенько ну да я думаю на прижимать плотную потому что видите здесь тоже есть промежуток какой-то я уверена что он наверно как-то должен если честно я вообще не понимаю все это очень волнительно на сто процентов как-то должно хорошо прижиматься чтобы не было дырки между ее матрасом и нашим еще раз этого пирожочка тут у нас сосочка ночная дополнительная лежит слава сейчас поедет в город потому что у нас нет углей ну еще кое-что докупит в магазине а я покажу вам как у нас на улице оказываю что у нас тут выросло хвоста расцвела бабушкина роза так они это самое не оклемалась он она стоит вот эти розочки расцвели хорошо там вообще чудно лилии шикарно шикарные лилии помните я в том году их пересаживала год назад у меня я может не год назад не знаю тут смотрю цветочков почти нет ночи распустится вот это растение я просто обожаю но все цветет вот таким розовым она еще это видимо не поспела как следует хвоста тут тоже растила шикарно слушаю младенчика младенчик спит вот газончик у нас такой зеленый грибок какой-то деревья тут у нас розы розы точнее вот такая белая красивая как она называется ползучая какая-то а еще посмотрите какая розочка вот такую розочку я вообще ни разу не видела именно чтобы она цвета ну вот у нас я имею ввиду так что прям клево хорошо здесь то что газон хорошо пророс то что мы сеяли да вивс то что мы сеяли с удобрением для газона я думаю хорошо подействовала так что я прям все девушки счастлива что у нас такой хорошенький чудненький газончик хотя вот смотрю какая-то проплешина есть а еще гляньте яблоки тухлые валяются все теперь будут гнить яблочки плохо дело у нас еще не так много яблок этих всех дел а те у кого много яблок прям целый огромный яблок им прям не повезло что они сумасшедшие вот тут такой газончик тоже чудесненький плотненький хорошенький гортензия смотрите какая красота цветочек правда пока нет но зато уже вся зелененькая так что будем ждать цветочки к нам пришел кушок у нас его корма нет потому что мы обычно закупаемся кормом соседям отдаем поскольку они за ним присматривают слава собирает мусор сейчас поедет в город и заодно выкинет мусор здесь у нас вот такая вот ляпота о я смотрю вишня что лежит цветет или что это за ягодка там лежит может на самом верху уже что-то есть за ягодка короче говоря здесь у нас конечно все взросло хотя это соседи вот говорят что они тут тоже поухаживали чуть-чуть пока нас не было все знают что нас долго не было вот что здесь сказать во первых посмотрите на гортензию вот на эту красавицы да пока нет цветочков но это самая молодая из вот этих кустовых гортензий тут в принципе позже всего и были бы цветочки зато каждая хвост и я смотрю там цветет и пахнет и посмотрите на вот эту гортензию чудесную какая красивая какие красивые шапочки розовые фиолетовые кстати вот эти розовые вот эти фиолетовые гляньте цвета разные интересно вот ну хост у меня здесь полно конечно это вы знаете рада дендрум господи какая у вас пионцы мои так что вот такая вот у нас здесь красота хозяин да прям чудно я сейчас хочу положить сюда эти подушки все уехал мой муж оставил меня с ребенком и с животными да випс кстати что там ребенок тут везде короче опять паутина причем так много но я понимаю что летом наверное еще больше всяких паучков просыпается хотя мы тут и были летом в июне да но в начале наверное поэтому может не так много было всяких жучков паучков когда я здесь все мыло убирала но это обломс просто обломс закроем хотя пусть проветривается хотя тут и не воняет ладно пойду домой пуся хернёй не страдай что это значит что это значит он просто приходит и жрет собачий корм у меня другого нет для него заходи заходи и получается что чё меня либо не пускать кота либо кормить его собачьим кормом либо конечно шоке они сегодня ночью спала 6 часов 6 часов в том плане что она не просыпалась на покушать но поменять подгузник и это просто она столько спала один раз на моей памяти на следующий день после родов когда утром нам ее принесли она очень долго спала и просыпалась всего два раза за день ну и ночью потом уже она часто начала просыпаться и вообще в принципе часто начала просыпаться после короче обычно максимум она сколько спала это 4 часа вот чаще всего ночью она спит там ну типа три часа два часа получается что вот мы проснулись в девять с чем-то и я решила уже не ложиться я подумала что типа блин ну нормально я поспала зачем мне дальше ложиться досыпать я пошла поставила яйца вариться хотела вареные яички поесть чё ещё пошла зубы почистила умылась ну короче потихонечку думаю не буду я это спать а ну я покормила хорошо долго все потом я подносила на ручках так поносился относила яйца у меня варились все это время ну короче все норм я подумала блин смысл мне сейчас ложиться спать если бы я поменяла подгузник покормила бы ее и пыталась бы дальше с ней спать типа уснуть дальше то это было бы очень скажем так бессмысленно бессмысленно потому что она долго не спала после этого кряхтела плакала хотела на ручки хотела какой-то ну знаете активной жизни вне сна вот поэтому где-то до я не знаю сколько ну до 12 ну короче пару часов точно она бодрствовала прям активно бодрствовала что мы только не делали вот потом я и положила думаю ну все уже подгузник чистый на ручках походили в сосочку пососали сисия покормила все короче ну все уже сделали лежит все равно хнычат хнычит 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 я думаю ну чё еще надо опять подгузник поменяли подгузник положила думаю опять хнычит хнычит в итоге я и до этого предлагала молочка она отказывалась еще не отказывалась она его пьет есть точнее есть ест захлебывается все у него вытекает все прямо что она не хочет есть зачем она тогда ест и я тогда говорю все тогда соску будешь сосать что это такое с маминами титиками такое отношение я постоянно говорю что еда это не игры вот хрюклка сейчас будет просыпаться начала я снимать потому что я хотел сказать что пойду я наверно покемарю и в итоге ребенок просыпается там на улице лето малыш пойдешь в лето гулять так короче продолжу рассказ сиди маленькой пененкой ой какой шляпки и губки не отдыхают мамочки девочка хочет на кровать но а девочка не понимает что она ходила по улице гуляла на кровать нельзя хочу быть младенцем лежать сосать чью-то грудь все молочник из интересного у анютки на лице появилось высыпание и я думала сначала что это какая-то аллергия потому что все же его туда нельзя нельзя туда ты гуляла у тебя ноги грязные да я знаю что типа то что я ем не попадает напрямую в молоко что молоко ну типа короче там через кровь фильтруется ля-ля-ля и только то что нужно короче молоко вырабатывается не тем что вот типа я съела чипсы например и ребенок такой пьет молоко и такой типа кусочки чипсов и люди вам вкусные чипсы я это знаю но просто меня начали в комментариях как всегда обвинять знаете что эти по никудышная мать потому что вместо того чтобы готовиться нормально к материсту узнать что типа как вообще молоко происходит до зарождается в нас я сделала покупчики на выбэкс это тоже дело покупчики на выбэк 40 треш короче я знаю это но у меня все равно есть сомнение ну типа почему тогда всю блин жизнь всем всегда говорят осторожно это ешьте это с осторожностью но неужели реально сто процентов не может быть никакой аллергической реакции да хоть что-то не знаю тех же газов вздутия типа я уверена что все равно то что я ем короче я понимаю что да напрямую не идет сто процентов но все равно я уверена что есть какой-то микро процент того что может попасть ну типа я например боюсь виноград есть мандарины апельсины там вот цитрусы потому что у меня на это аллергия на цитрусы ну конечно у меня аллергия будет только если сожру там 5 килограмм мандаринов например то тогда у меня прям ну на теле где-то там не стану руки например небольшой участок маленький появится какая корочка такая знать на тип как диатез прям аллергия и я такое не рискну сейчас есть потому что я думаю типа блин если у меня на это аллергия у ребенка то наверное тоже может быть на это аллергия ну короче я не знаю я понимаю что что да это типа доказано ля-ля-ля но настолько долго это внушали в голову вбивали как будто бы что типа когда кормишь грудью и диету надо соблюдать и следить за тем что ты ешь что я как бы уже с этим типа знаете согласилась выгласить и думаю ну да конечно короче я просто добавила себе в рацион скажем так колбаску и у нее появился за сыпь на лице оказалось сейчас уже как бы я понимаю что это грудничкова какой-то акта вот так вот я про это не знала блин а чё про все надо что узнать мы сразу рождаемся когда или когда рожаем ребенка мы сразу становимся опытной матерью да но нет конечно даже сколько курсов хочешь посмотри не посмотри энциклопедии прочитай все равно пока ты с этим не столкнешься ты даже есть прочитаешь ты можешь забыть тупо о том что ты типа знал что такое бывает короче просто люди жесть вообще меня осуждают просто за каждый пук просто я написала в телеграм то что мне кажется то что у аня аллергия из-за того что я съела колбасу меня там понятное дело прям ну закидали тухлыми помидорами что я такая сякая мать что я должна была лучше готовиться к материнству мне абсолютно пофиг то что я что-то не знаю например да ну то есть я не стесняюсь того что я могу где-то что-то не знать в чем-то быть не знаю не осведомлена на сто процентов или как-то там меня это абсолютно не пугать потому что мы все люди мы все допускаем ошибки мы можем что-то не знать это абсолютно нормально я не могу быть там гением знаете во всем это во первых во вторых я понимаю что если бы я не знаю ребенка сажала бы то есть для меня вот это это то что например как-то может плохо повлиять на здоровье на позвоночник еще что-то а то что я допустим даже предположить не знала что то что я ем не попадает в молоко это разве типа ошибка это вообще типа фигня но то что я такое допустим даже исправить не знала то единственное что произойдет это то что я откажусь например от колбасы но это никак не повлияет на здоровье моего ребенка ну типа знаете я понимаю это фигня это не ошибки это ерунда вам все типа такое можно не знать это простительно не знать а то что касается серьезно здоровья то это да ну то есть я например знаю что ни в коем случае никакие прыщики на лице у ребенка это далее давить нельзя и трогать и чем-то там мазать еще что-то ну то есть это я знаю что что важно знать такие вещи которые напрямую связаны сильно с здоровьем ребенка а не знать то что типа в молоко что-то там мое типа колбаска не попадает на самом деле это просто ерунда я считаю ну то есть даже сомневаться в этом ерунда так цвет мы покушали переоделись она очень какая-то спокойная прям не похожа на на скале анютка мужа бачка призульки положила я значит в этот кокон дома мы как-то клали есть не зашло хотя вроде все верно же труд правильно ну как хорошо лежит не солнышко попадает короче представляете чё у нас это вот туда шкорочка какая-то ты мой маленький тему хорошенький ну что такое почему младенцем приходите проходить через такое прочего такие вот высыпания я думал что это аллергия а оказалось что все нормально что кожа это адаптируется привыкает к этому миру да ничего брать должно быть удобно не пойму удобно младенцу это спокойная не люблю затишье она обычно перед бурей знаете такого день господи да ты какой-то наверное будешь директрисы спать хочет а вот и папа твой приехал вкусные . привяз а у меня тут видите монтаж но он очень медленно идет когда у тебя маленький такой молодец младенчик младенчик ой какие мы нежные подари маме улыбку а улыбку как же видно прикольно там лежит булочка кстати первый раз там лежит вот так вот чтобы нормально как-то раз мы ее клали и не понравилось лежать она орать начала через какое-то время так а я буду разбирать продукты которые привез слава чем тут купил не знаю обычно мы всегда вместе ходим по магазинам но тут явно есть что-то то что я попросила конкретно купить и есть наверное то что он сам посчитал нужным например семечки я не заказывала и вот этот хлеб вообще не хочу чтобы вы подумали что мы в тишине днем проводим время с ребенком у меня музыка сейчас играла но я как бы ее выключил поскольку я видео снимаю а еще девчонки сегодня приедет курьер с его и привезет заказ аж на 38 тысяч это треш короче очень много всего заказала для дачи ну для ребенка для дачи типа для дома вчера тоже приезжал курьер но там была небольшая посылка но зато там были пеленки для анюшки хотите скажу вам честно мне неприятно то что месяц хейтит в ну телеграме в основном я сижу на ютюбе я не читаю комментарии сейчас потому что ну предполагаю что там немного позитивных ну типа такая ситуация что я как бы и подписчиков понимаю что им хочется смотреть актуальный контент и я не понимаю почему они не могут понять меня также то что я типа не выставляю сейчас актуальный контент потому что я не хочу показывать ребенка но при этом я хочу снимать ребенка свои видео с первые дни и жизни и я специально постаралась сделала кучу разных влогов еще будучи беременной на последних неделях чтобы их выпускать тогда когда я не смогу что-то выпускать типа сейчас уже прошлом получается и мне вообще непонятно типа насколько нужно быть я понимаю что это не истинные какие-то знаете ярые там фанаты громко сказано ну типа люди которые может быть хотя бы с уважением ко мне относятся то есть нет это не эти люди этим людям поток им просто нужно потреблять контент они просто хотят здесь и сейчас свеженькая актуальненькая а про какие-то человеческие качества ну не знаю чувства не знаю переживания не переживания никто не думает ну то есть такое знаете я конечно не загоняюсь по этому поводу просто у меня всегда очень приятная атмосфера в комментариях в чате ну то есть реально я стараюсь всегда поддерживать приятную такую дружелюбную атмосферу а сейчас вообще трэш узнаете типа люди пишут гадости какие-то про меня не думаю что может я сейчас могу не знаю как это более чувствительное расстроиться все таки я недавно родила ребенка я понимаю что это знаете не отговорка теперь на всю жизнь что вообще-то я мать поэтому относитесь ко мне с большим уважением я имею ввиду просто какие-то человеческие знаете отношения и так анютка не просыпалась в этом коконе все лежала спала я грустно пошли гулять пока солнце пока не вечер хотя уже пять часов но погодка улетная тепло ну местами свяжу довольно таки ну поэтому как бы штанишках ведь они совсем уж голенький гуляем вот поэтому анютка наши под клетиком но играет что гуляем малышу очень хорошо малыш здесь хорошим воздухом где-то девушке ладенький солнышком питаемся ой кушать как хочет на ныне сейчас курс пойдем все все везу тебя кушать качаю коляску ну как качает как получается вот сама сижу тоже качает а слава тому что заниматься шашлыком короче начну с самого начала получается наши анютки сегодня три недели три дня и где-то неделю назад я думаю в вене начался какой-то стресс ну типа я видела обсуждение в телеграме что у собаки не любят у них такого чувства нету ну мне кажется все это ерунда я уверена 100 процентов что но мне так кажется что у собак все эти чувства имеются странно сидеть без живота и ты помнишь ты сидел на мамином животе ты на нютке сидела короче неделю назад где-то вела начала всякие разные странные движения делать началось все а знаете с чего все началось началось все с того что у нас во второй раз у а не были колики и эти колики были не такие страшные то есть мы их спокойно ну как спокойно спокойно это громко странно но мы их уже лучше переживали было не так стресса просто ну да волнительно нервно но уже много лучше то есть можно сказать что още типа спокойно пережили что после вторых коликов уже не так страшно да и после первых был уже не так страшно потому что такие колики, как в первый раз у нас были, я говорю, это вообще просто отпечаток на всю жизнь. Я ее качаю, сюсюкаю, на груди повисим, полежим, посидим так, полежим позже тигр на ветке, потом столбиком походим, вот этот столбиком и вообще вот так вот на плечо ее положить, очень хорошо нам помогало, вот вторые колики переживать прям вообще офигенно. Я понимаю, что всем детишкам разное помогает, кому-то грелка помогает, нам не помогала грелка. Ну, чуть-чуть, может, на две минуты помогла, ну, как бы ерунда. Вот, но я знаю, что есть грелки какие-то с вишневыми косточками, что ли, у нас просто гелевая грелка. Не знаю, может, она не очень просто, не лучшая, но я уверена, что это просто вот, ну, каждый раз, может, что-то разное помогает. Вот, короче, нам помогала очень вот эта вот поза типа столбиком, прям вообще офигенно. У Ани колики, она орет, плачет, все дела, я ее успокаиваю. Я ее раздевала догола и сама тоже вверх снимала полностью догола, прислоняла ее к своему телу, потому что я знаю, что еще такие штуки помогают детишкам, типа тело к телу, тепло от мамы, там, папы. Ну, нам помогала, но нам больше помогало просто то, что она на меня как бы лежала, потому что потом то же самое с одеждой делали, ей тоже было классно. Все, ребенок орет, ну, с остановками, с перерывами, не так страшно, как в первый раз, но орет. Понятное дело, что я вся в ребенке, Слава весь во мне и ребенке, ну, типа, что делать, что, кого, куда, что. То есть у Славы такой, как бы, знаете, типа, если что, быстро прибежать, что-то дать. Короче говоря, из-за того, что мы лежали на кровати, все вот в этих коликовских делах, одеяло закрыло проход в Вивене, ну, спуск с лестницы, с кровати. В Вивене хотела спуститься сходить в туалет, но одеяло лежало на ее лестнице, поэтому она не смогла. И она носила на одеяло, на лестницу, короче, все, боссала огромную, просто гигантскую, лужу накрудила. Я об этом уже рассказывала в Телеграм, и те, кто на меня подписан, сейчас кто-то послушает, скажет, ой, типа, да, мы это уже знаем, типа, как все это интересно слушать, ля-ля-ля, ну, типа, в кавычках интересно. Но я уверена, что есть люди, которые не знают эту историю, и те, у кого есть животные, и хотят узнать, что переживала наша собака, когда у нас появился ребенок. Мне кажется, это довольно-таки интересно. Вив, мы на тебе эксперимент проводим. И в итоге я с орющим ребенком, висящим на мне, хожу, брожу по квартире, Слава всю эту санину снимает, меняет, все это в стирку загружает, а вы сами представьте, одеяло, ну, то есть это одна большая стирка, одеяло. А потом, собственно говоря, постельное белье, все, короче, это надо постирать. Время до хрена часов утра. Ну и понятно, слава богу, у нас есть запасное одеяло, все, запасное одеяло сделали. Слава, все постелил чистенько. Вивьену мы, конечно, никак за это не наказывали, не ругались, даже в моменте. Да и кто-то скажет, что все равно собаки не понимают причину, следственную связь и так далее. Короче, мы бы не стали ее за это ругать, потому что, ну, как бы мы такие, это мы виноваты, потому что у нее был закрыт проход с лестницей, ну, с чего бы ей ссать. Хотя, я считаю, могла бы и потерпеть тихонечку. Причем, знаете, что самое интересное, что я видела, что закрыт проход с лестницей, одеялом, и я его как раз-таки от одеяла отдернула, несмотря на то, что на мне был ребенок орущий. Ну, то есть, я это сделала как бы в моменте, именно в этот момент, я не знаю почему, либо именно в этот момент, либо даже после она взяла ее на сала. Короче, не ясно, но есть вероятность, что она это все-таки сделала специально. Ну, как сказать специально, не случайно. Какая смешная трубочка лежит там. Смеется. Гляньте. Да, гляньте, Улька ей, наверное, снится, что же еще. Быстрее все эти шашлыки насадить, салат порезать, и уже, если что, спокойно заниматься младенцем. Короче, после того, как Вена написала, ну, мы такие думаем, ну, ладно, как бы, мы виноваты, ну, как бы, проход ей закрыли, ля-ля-ля. Потом, буквально через день, у нее был жидкий стол. Да-да. Вот такие вот интересные истории в нашей жизни. И можно, конечно, подумать, что дело в том, что она что-то съела. Но, сто процентов это тоже из-за стресса. Ну, я уверена. Короче, в итоге, сейчас у нее все норм. То есть, это, знаете, такое, по настроению. Я это все клоню к тому, что мы уже каких стадий только не повидали. Помню, вчера, в день, когда мы собирались поехать на дачу, это, получается, двадцать восьмого, что она сделала дома. Слава пошел выкидывать мусор, взять кофеечек. Я дома там с ребенком занималась, вещи какие-то собирала. И Вивена хотела пойти со Славой. Ну, типа, погулять. На улице был дождь. А, он пошел не только мусор выкидывать, у него куча было вещей с собой, потому что мы ехали, ну, собирались ехать сюда на дачу, и нужно было все эти вещи погрузить в машину. Еще на улице дождь. Ну, короче, трэш полнейший. Понятно, что ни до каких не до гулянок вообще с собакой. И, короче, она хотела пойти с ним. Он ее, понятное дело, не взял. И, ну, она видела, что мы собираемся. Может быть, она подумала... Я не знаю, что она подумала, потому что подумать, что ее бросили, точно невозможно, так как я дома была. Вот. А раз я дома, значит, ее точно не бросили. Она не одна. Ну, по логике, да. Вивьена взяла и написала снова на свою лестницу. Я вообще охренела с этого, потому что я думаю, да ты гонишь. Ну, вот прям, да ты гонишь. Понятное дело, никто ее не ругал, не бил. Ну, типа, не надо подумать, там, что мы вообще какие сумасшедшие. Хотя нет, в тот раз я все-таки на нее наругала. Я вообще в шоке была просто. У меня уже такое, знаете... Дело не в том, что у нас там появился ребенок, а теперь мы собаку не любим. Нет, конечно, мы ее любим. И раньше, когда Вивьена могла нассать, где попала, я тоже могла на нее одну ругаться. В этот раз я тоже на нее поругалась, потому что какого хрена. Короче, она написала, я офигела с этого. Потому что и так, и душно, жарко, дождик. Ну, ребенок, правда, не орал, но все равно выйти уже хочется. Ехать хочется уже скорее на дачу. Пробки, это пятница. Ну, короче, Вива написала. Из-за того, что она написала на свою лестницу этот чехол с лестницей надо снять, стирать. Не оставишь его так, потому что будет вонять мочой. Ну, короче... Я думаю, да ты вонишь. Да. Ты кушать хочешь? Так, девчонки, я к нему возвращаюсь. Спустя даже не знаю, сколько часов, когда в последний раз мы с вами болтали. Короче, что было. Когда я Анютку занесла домой с улицы, она мне не дала после этого ничего сделать, а конкретно мне нужно было накрыть на стол и порезать салат. Кочевряжилась, кочевряжилась. Я думала, она кушать хочет. Ну, я ей поменяла подгузник. Потом думаю, ну, кушать надо. Я ей даю кушать. Она вроде кушает, потом кочевряжется. То есть не хочет как будто бы кушать. Я ее и так, и сяк, орать начала. Ну, короче, ушатала она меня, ушатала. Я ее и так, и сяк, реально долго прям думала, да что ж ты хочешь-то. И такое у нее было состояние, как будто бы она просто капризничает, но при этом не похоже на просто капризы, как будто бы что-то ее тревожит. Ну, короче, я всю голову сломала. В итоге я так и не поняла, что это было, потому что вроде как ее ничего и не тревожило. Кушать я ей предлагала. Она начинала есть, потом что-то орала, не ела. Подгузник у нее сухой был, чистый, все. Сказать, что у нее был надутый живот, нет. Я массаж делала, проверяла, живот мягкий. Хрен знает, может быть, это вот такая колика, которая пришла вот так вот довольно-таки быстро и легко, скажем так. В конечном итоге я ее и так, и сяк, и так носила. В общем, по-разному с ней сюси пускалась. Потом я ей снова поменяла подгузник, потому что она чуть-чуть туда пописала. Я могла не менять, но это, как, знаете, какое-то действие, какой-то ритуал, который тоже ее в какой-то степени бывает успокаивает. Даже не то, что ей подгузник поменять, а успокаивает именно полежать на вот этом пеленальном матрасе, в ванной, чтобы снять подгузник. И она как-то переключается, думает, о, я голенький, что-то другое. Ну, короче, это, знаете, как один из вариантов, чтобы что-то попробовать. Я ей поменяла снова подгузник, хотя он был вообще, ну, можно сказать, чистый. Реально она туда чуть-чуть сикнула. После этого я начала кормить ее грудью. Она отлично поела и одну, и вторую. И после этого... Что она после этого? Спала. После этого она спала, как певочками. Смотрите, она гулялась, курица налупелась. Дрыхнет. Глазки бегают, ножки дергаются. Видите, как дергается? Спит. Что-то снится ей. Что же с глазами открыть ее? Ох, опять начала. В конечном итоге, после того, как я ее покормила, она, типа, подремала, а потом просто долго лежала. Ну, как долго. Лежала, тужилась, делала свои дела, так сказать. И, собственно говоря, все. После этого мы пошли ее искупали, и она уснула после ванны, прямо на пеленальном столике, в полотенце. Уснула так, что я ей поменяла подгузник, ну, в смысле, подгузник надела, попку намазала этим судокремом, подняла ее, досталась под нее полотенце, положила под нее ее наряд, ее положила на этот наряд, застегнула, одела, шапку ей тоже одела, потому что у нее головешка влажная, у нее уже волосиков много, сами видели. И все. И она все это время спала. Я ее взяла, отнесла в комнату, закутала ее в пледик на кровати, потом подняла ее с кровати, положила в ее маленькую кроватку, и она все еще спит. Вот так, вот так вот мы ребенка искупали. Так, а у меня по приложению я ее уже 5 часов кормлю. Вот так вот иногда забываешь. Так что вот так. А про Вивьену что я рассказывала, и так и не дорассказала. Короче, у нее был жидкий стул, я думаю, на нервах, потому что это было один день. Ну, как бы было бы это, что-то такое, продлилось бы это, наверное. Вот. Ну, тем более, я ей дала лекарства от всяких таких проблем. И получается, через день мы должны были уезжать, она написала на свою лестницу, все было в моче, но я рассказывала. А в этот же день мы ехали на дачу, как раз приехали, она в этот день ничего не ела. Дома в Москве ничего не ела. На дачу мы приехали, она ничего не ела. По машине мы ее угостили наггетсами. Когда она не воспитала. Ну, и короче говоря, из-за того, что она не ела, ее вырвало. Вот. Ну, сегодня все хорошо уже. Все, она хорошо ела, и корм ела, и мы гуляли. Я думаю, что она, я каждый раз так говорю, что мне кажется, она счастлива, потому что все, что зависит от ее счастья, мы стараемся, мы делаем. И обнимаем, и целуем, и гуляем, и, ну, везде ее с собой берем, и тискаем, и, ну, я не знаю, вот реально. Это сложно. Это сложно, это волнительно, и, конечно, я переживаю, конечно, мне не все равно. Я не думаю так, типа, ой, какая неугодная собака сыт мне, где попало. Конечно, я понимаю, что это стресс, но при этом я думаю, я ей говорю, Евгена, ты же взрослая, ты же не младенец, ты же должна это самое. Кстати, я в ночнушке, точнее, сорочка, тоже для кормящих, и тоже с ВБ, я заказала, потому что мне одной мало. Это, на самом деле, безумно удобно. Я знаю, что многие девчонки, которые кормят, они, ну, типа, в обычной одежде, типа, спят, ходят, просто как-то, ну, не знаю, как-то приспособились так снимать там, ну, вот эти все штучки, кормить ребенка, но мне очень удобно, именно в таких специализированных нарядах, с отстегиванием, и лифчик, кстати, я себе заказала еще. Сегодня пришла посылка с ВБ, я на нее смотрю, хочу скорее раскрыть. Иди быстро купайся, с папой. Зови ее нормально, дай. Иди ко мне, иди сюда. Че-то как бабку старая передвигаешься. Давай быстро. Иди сюда, пойдем. Сейчас пендаль поджогу, я секунду, мы все делаем, чтобы она была счастлива. Давай, давай. А что вы думаете? Иди сюда. Надо воспитывать. А то совсем распоясывается, с рудью попала. А, это я вам еще не говорила, что она накакала, прям около рабочего стала Слава. И потом, когда у нее был джейт и стул, она это сделала тоже около его, ну, не рабочего стала, но двери в кабинет. И я делаю выводы, что она к нему что-то испытывает. Ну, типа, она его ревнует, может быть, больше. Ну, хрен знает. Конечно, я не психолог собачий, а такие есть. Не кинолог, да. Я могу ошибаться, это лишь мои какие-то мысли, предположения, но я почему-то убеждена, что все равно животные, они 100%, я, блин, в этом уверена, 100%. Я в это верю, что животные, они все чувствуют, и для них это, ну, понятно, стресс, фу, обычная вода. Забыла вам рассказать, что из-за того, что я занималась Анюткиными капризами, когда я принесла ее с улицы домой, я не успела сделать салат, накрыть на стол, и потом уже, Слава, когда пожарил шашлык, он пришел, сам все это делал, а я все это время, короче, пока он жарил, я с ней возилась, усипускалась. Потом, когда он уже пожарил и пришел, я ее кормила одной грудью, не знаю сколько, минут 20, а потом другой, потому что она с ней заснула, я тоже заснула, блин, я не выспалась сегодня, охренеть, я тоже закемарила, просыпаюсь, ребенок сиськой, все, думаю, блин, она тоже проснулась, я ей предложила другую, она согласилась, думаю, ну все, и в итоге, пока я ее кормила, довольно-таки долго, ну ладно, может не и 40 минут, типа каждые по 20, ну полчаса точно на это ушло, за это время Слава накрыл на стол, порезал салат, короче, навел тут красоту, вообще налил нам компоника, все, потом, после того, как я ее покормила, она уснула, ненадолго, правда, вот, но она уснула чуть-чуть, и, как я и сказала, что лежала тужилась, своими делами занималась, а мы успели спокойно покушать, посидеть здесь, я потом все на кухне убрала, вот, и как раз она проснулась, мы пошли ее искупали, так что, вот так вот, и сейчас она спит, как я уже сказала, начнем с первой коробки, довольно-таки тяжелой, у меня есть предположение, что здесь какие-нибудь влажные салфетки, итак, я заказала целую коробку, в которой идет очень много разных, точнее разных, а салфеток, влажных салфеток, вот этой фирмы, я посмотрела на ВБ, там было много покупок, много отзывов, что типа они хорошие, мы прям сейчас и проверим, насколько они хорошие здесь, я не знаю, сколько упаковок, ну, да, ничего, неплохие салфетки, неплохие салфетки, но на самом деле, чаще всего я, даже влажные, вот эти салфетки, я их под горячей водой мою, то есть салфетку влажную использую, ну, по сути, она могла бы быть и не влажной, ну, короче, мне так удобней, не всегда я так делаю, но, во-первых, от этого салфеточка будет горячее, я заказала сюда доски, разделочные, видите, да, они небольшие, но вполне себе достаточно, чтобы что-то порезать, разделать, это же тебе, мне кажется, на видео 3 хватит, про целого ящика, да, внутри целый огромный ящик, Тай, вы бы затягиваете, я подумала, у нас тут ни хрена нет, ну, нет, на самом деле, тут есть что-то, и в Москве что-то есть, но я решила заказать носки, типа, знаете, обычные носки, просто беленькие, черненькие, обычные белые носки, вообще, меня, знаете, что бесит, у меня столько дома носков, ну, как бы, у нас, в принципе, дома столько разных носков, и понятное дело, что их нужно со временем менять, ну, типа, какие-то, ну, застирываются с катышками, какие-то уже там потерялся носок, ну, как это бывает, какие-то просто не отстирываются уже, ну, знаете, натоптался, и меня так бесит, когда у меня в шкафчике лежат вот эти вот всякие сраные, дурацкие носки, я прям, меня это бесит, типа, знаете, ты долго стоишь и выбираешь, пытаешься найти два одинаковых носка, или два, не знаю, приличных носка, хотя вы знаете, у меня все постирное обычно, чистое, но все равно что-то уже не отстирывается, а носки с отбеливателем, ну, можно, конечно, знаете, заморачиваться, но я уж думаю, ладно, на носки-то все-таки заработали, вообще, я думаю, это одеяло, но это, типа, а, ну, это просто, заказала вот такую вот муслиновую пеленочку, куда хочешь ее, можно и в кроватку, и в коляску, так, заказала вот такие полотенца, 30 на 50, 10 штук в наборе, но что-то, походу, они слишком большие, а, ну, нет, сойдет, заказала вот такие полотенца, не могу сказать, что по качеству у меня прям очень нравится, довольно-таки тонкие, но здесь их 10 штук, и нам такие полотенца нужны, чтобы попку вытирать, когда я ее подмываю, потому что, ну, типа, не будем же постоянно большими полотенцами пользоваться, хочется что-то такое маленькое взял, потому что я его так вот держу, так вот подмыл, ля-ля-ля, потом вот так вот взял, я вот так вот попку, хоп, потом все вот так, чек-чек-чек, и положил, так, что у меня, это все на стирку, но все равно хорошие полотенчики, обычные, да, пусть они не супер такие прям в духе махровые, но нет, хорошие полотенца, обычные, хотя они отлично подойдут там, типа, как полотенца для лица, вот, ну, тут уж надо выбирать, либо для детской попки, либо для лица, с другой стороны, нам столько полотенец для попки и не надо, я заказала вот такую корзину для грязного детского белья, у нас в Москве, конечно, офигенная из Ля Редут, вот, ну, понятно, мы сейчас не будем заказывать, типа, одну корзину в духе из Ля Редут, потому что оно не дойдет до нас, как бы там, за, типа, три дня, или за денечек, как с ВВ, она капец огромная, я не рассчитывала, что она будет такая большая, с другой стороны, полотенца, если грязные сюда кидают, большие, то тогда как раз и забьется, она еще форму пока не держит, не очень пока, но когда будет держать форму, будет супер, короче, мне просто нужно было что-то для детского грязного белья, потому что мне очень неудобно, приходится куда-то складывать его, чтобы потом не копаться долго во всем грязном белье, ну, по качеству не знаю, такое себе, не сказать, что вау, как будто бы оно даже впитывать не будет, ой, я в эту корзину просто все и кидать буду, короче, я думала, что полотенца эти будут получше, конечно, по качеству, его даже можно будет использовать, как не полотенце, а как, не знаю, постелить куда-нибудь, я, конечно, по-назаказу, но я не думала, что столько всего за раз привезут, я когда в окно увидела, сколько тащат, я охренела, я заказала сюда тоже стеклянные контейнеры, как и в Москве, вот, потому что все-таки они реально классные, очень удобные, в них можно еду разогревать, заказала сюда вот такую ленту, клеющуюся, чтобы что-то подписывать, ну, вы знаете, просто лента, и вот эти белые штуки, они отклеиваются, их можно куда-то приклеить и здесь подписать, я заказала сюда тоже вот таких разделителей разных, они мне пригодятся, пока не знаю куда, довольно-таки удобно хранить всякие специи, не знаю, масло, короче, у нас дома вот так хранится, короче, от двух разных брендов, ты лучшая мама для своего ребенка, помню, я это всегда, даже когда трудно, если вам понравился товар, просим оставить отзыв, та же хрень, абсолютно та же, у двух разных магазинов заказала, такого бы от меня точно не ожидали, посмотрите, какие пеленки я заказала, это даже не те классные принты, про которые я говорила, вот такие плотные пеленки, ну тут три разные, я просто хотела плотненьких вот таких пеленок, а везде вот эти вот модные муслиновые, честно, у меня вообще не зашли муслиновые пеленки, мне больше вот такие нравятся, более плотные, не знаю, они как будто для больше всего, очень часто у муслиновых детей купают, ну я не знаю, может это прикольно, смотря как конечно купать, но вот не знаю, мы ни разу так не купали, хотя даже в курсе я видела, что там вот заворачивают пеленку, вот так вот погружают, мы так не делаем, мы просто по старинке ребенка, хоп, в ванну, но не сразу, а вот так вот уже потихонечку, вот сейчас уже одной рукой держим просто головку, даже без всяких гаджетов в итоге пользуемся, это не к тому, что какие мы крутые родители, а просто к тому, что нам так даже удобнее оказалось, хотя мы ни разу не пробовали с гаджетами всякими, типа вот этих матрасиков надувных, может с ними тоже прикольно, вот таких еще пеленок заказала, и что-то из этого я точно повезу в Москву, потому что здесь уже очень много всего, мне еще вчера вот такой набор приходил, только с другой расцветкой, ну вот такие, типа ничего особенного, куда хочешь стели, нам просто нужны такие пеленки, мы их используем очень активно, я понимаю, что возможно с возрастом так активно не будем, но я постараюсь больше ничего не заказывать, потому что, ну наверное не надо, но мы их реально везде используем, я их периодически меняю, потому что какая-то маленькая отрыжка, знаете, на постели, у дочки, я сразу хочу поменять, ну прям не то, что сразу, прям бегу менять, но типа я вижу это пятно, я думаю, блин, ну нехорошо, а что мой ребенок будет сжать на отрыжке, ну то есть как бы это мелочь, типа постирать легко, просто вот такую пеленочку постелил, да, поменял, все, элементарно, и чтобы не стирать каждые там полчаса, вот так вот накопил, то как раз хорошо, когда у тебя много всяких разных пеленочек, вот, чтобы менять, вот такие просто прикольные, обычные милые пеленочки, с зайчиками, со звездочками, тут две теплые должны быть, и три тонкие, еще я заказала на груднике, прикольные, типа платочки, вот такой расческой, конечно, мы не пользуемся, но вот эта вот, которая с щетиной такой, она очень классная, такая мягенькая, очень мягенькая, такая щеточка приятненькая, и как раз малышу вообще в кайф, я думаю. Пришли вкладыши для грудей, вот такие, я такие еще не пробовала, но я видела, что очень-очень-очень много их заказывали, тоже хорошие отзывы, я теперь на это смотрю, после того подстаканника, капец, вот я, конечно, выханулась, ну ладно, я его хотя бы вернула, все норм, ну, выглядят они довольно-таки обычно, ну, такие, типа, как и все, очень понравились мне по качеству, и по дизайну, так сказать, по тонкости, какой-то впитываемости, от Philips, они, конечно, реально очень крутые, сейчас вот у меня такие, и в Москве у меня такие, и я еще, по-моему, заказала от Philips, но на самом деле, это такое, знаете, как будто это довольно-таки часто меня, ну, не скажу, что прям постоянно дофига в день меняешь, конечно, нет, потому что и не всегда что-то там молоко прям выливается, иногда оно просто съедается, что нечем выходить, но все равно, конечно, нужно, и их нужно много, по итогу. Я их тоже много заказала, потому что я когда заказывала от Philips, я заказала две большие упаковки, одну маленькую, и что-то я рассказывала в сторис, типа, вот, ребят, смотрите, заказала, не знаю, много это, наверное, а в итоге они у меня расходятся просто как жареные эти, как горячие пирожки расходятся. Еще одна упаковка, чтобы, например, куда-то стелить, грубо говоря, у нас, например, в коляске ничего такого нет, вот, это просто обычная такая, с одной стороны мягкая, с другой стороны клеенка, чтобы не промокла. Я заказала еще салфетки для груди, и еще вчера мне приходили, особенно они актуальны в самом начале, потому что трещины на сосках, вы мажете их всякими бипонтенами, либо пуриланами этими, и, например, пурилан и бипонтены очень не классно смывать под водой, то есть их прям реально, ну, лучше протереть салфеткой, а потом, например, грудь помыть, потому что вот этот пурилан, он вообще как мед какой-то, знаете, по консистенции, то есть его смыть не очень классно, и грудь раздражается, ну, короче, такое прям неприятное, а салфетки класс, то есть как будто бы сначала салфетка лучше, она как будто, не знаю, предназначена для этого, ну, большие типа для дома, маленькие для, не знаю, куда-то пойти, еще что-то, в любом случае, вот я просто понимаю, что не всегда есть возможность помыть грудь, перед кормлением ребенка, где-то вы находитесь в общественном месте, мало ли что, в машине, не в машине, ну, всякое бывает, лучше все равно иметь, а, вон там и девяло все-таки, заказала вот такие тряпки для стекла, я сюда, конечно же, тряпок заказала, я уже думаю, нахрена я столько заказала, у меня в Москве тоже такие, это конкретно для стекла, типа хорошие тряпки, они специальные какой-то ткани, еще заказала носков, только черных, заказала вот такие резинки, Анютке заказала вот такой костюм, это песочник, и он какого размера? Да, 62-го, ну и правильно, я уже не вижу смысла заказывать 56-го, потому что она уже почти впритык, увидела вот такой песочник, очень понравился, захотела ей заказать, ну, он ей сейчас, наверное, будет как бы велик, но, я думаю, недолго, осталась, заказала вот такие платочки, как раз-таки, бывает, даже лежа, я ее кормлю, я ее вот так вот подкладываю, чтобы, ну, все равно потом, например, их убрать, и она лежала дальше, спала на сухом, ну, короче, вот такие штучки очень удобные, вот заказала какие-то просто, типа, милые платочки такие, все это мне реально надо. Вчера ночью у нас были колики, это, конечно, трэш, каждый раз это все равно такой трэш, но, зато, когда нет колик, ты такой просыпаешься, и думаешь, вау, жизнь-то, рай на земле. В общем, вчера ночью я все-таки доразбирала то, что там на раскрывала, все разложила на свои места, но потом у нас начались жуткие колики, мое солнышко. Нам ничего не помогало, даже воспользовались таким способом, как взять утюг, пеленочку проутюжить, чтобы она была горячей, положить на животик, ну, понятно, не на голый живот, потому что она горячая была. Короче, нормально не кушает она сегодня, с какими-то нервами все. Так, пока кушает, но на самом деле она может занервничать сейчас и перестать даже кушать, потому что я ее даже нормально покормить не могу, уже не знаю сколько. Хотя сегодня один раз она хорошо ела, типа, долго ест, даже засыпает сиськой, но в основном у нас какие-то нервы. корочки у нас на лице появились всякие, на голове. Выглядит, конечно, жесть. Мой младенчик. Младенчик, любименький. Почему мой младенец должен проходить через все это? Видеть, как твой ребенок плачет, прям орет, знаете, ужасно, это трэш. Она бывает просто капризничает, я спокойно к этому отношусь. Ну, типа, порет, успокоится, даже начинает потом улыбаться, хихикать, ну, как, ну, понятно, не так уж в прямом смысле. Ну, типа, все хорошо, то есть я уже как бы понимаю. И вчера я вам как раз сказала, что странная она какая-то. Ну, типа, вроде капризничает, а вроде и это не просто каприза, что-то ее беспокоит. И, блин, права я оказалась. В итоге ночь у нас был трэш. Ничего нам не помогало, абсолютно. Не столбиком посидеть у мамы на ручках, как нам, например, до этого в прошлый раз помогало. Не вот эта вот пеленка горячая на живот. Ну, короче, это вообще, мне кажется, не наша тема, потому что нам, ну, не помогают вот эти вот грелки, что-то горячее на животе, вообще пофиг. На ручках тоже носила, и так, и сяк, и туда, и сюда. Ну, понятно, это на самом деле, и понятно, постоянно пытаюсь, стараюсь прикладывать к груди, потому что я надеюсь, что вдруг ее это сейчас успокоит, вдруг она сейчас хорошо покушает, и есть, а нет легче, она уснет, еще что-то. Потом у нас кровать с маятником, мы ее и так, и сяк, и там старались. А потом еще, я знаю, что когда колики вот эти, что не надо ребенку лежать на спине. Да, мой сладкий. Нужно менять постоянно положение, на боку лежать. Короче, мы вышли на улицу, прям вышли даже за территорию двора. Вот, я ее чуть-чуть полубаюкину погуляла, но я здесь тоже туда-сюда хожу. Не спит, конечно же. Хотя в первый день, когда мы сюда только приехали, она ночью спала 6 часов, не просыпалась. То есть, это потому, что все-таки на даче, конечно, хороший воздух, но когда колики дурацкие, то ребенку пофиг. Вообще, хороший здесь воздух, нехороший. Короче, вчера, значит, когда у нее были колики, я говорила, что ничего не помогало. В итоге нам помогло ее положить в пеленку и с двух сторон, ну, получается, где руки, где ноги, с двух сторон так вот взять пеленку и шатать ее, чтобы она как будто бы в этой пеленке, как в гамаке, лежала. И это ее успокоило, Слава вообще, был шокий, типа. У нас с собой здесь есть газоотводные трубочки, есть микролакс, клизма. Вот, и Слава вообще обалдел с того, что ей помогло вчера успокоиться. Но на самом деле это реально, вот так, если подумать по логике, да, типа трэш, если у тебя, как у младенца, просто сумасшедшая боль по всему телу, ну, потому что у них нет такого, что, типа, вот болит животик, она только в животике чувствует боль, у них там, типа, по всему телу сразу боль. Поэтому колики это еще так, ну, типа тяжело, потому что не так, не сяк, ну, короче, не решишь эту проблему, по сути. Ну, конечно, это трэш, это тяжело физически, морально, но мы уже спокойнее это проходим, скажу честно. Спокойнее в плане эмоционально уже не такой отпечаток на нас это оставляет, как после первых колик, где мы сутки отходили, тут сегодня даже накрасилось, хотя мы встали в два в итоге, потому что мы всю ночь не спали, и я постоянно просыпалась, плохо спала, потому что я ее постоянно подкармливала, потому что много она как будто не могла нормально съесть, она чуть-чуть, ну, сколько-то поест, потом я ее держу, ну, она начинает орать, я держу ее столбиком, покачаю на ручках, потом опять кладу, начинаю кормить и периодически меняю, знаете, не знаю, Слава говорит, типа, что ты думаешь, что ты ей другую дашь, типа, от этого, она больше съест, а я говорю, я не знаю, а вдруг я на этом боку сейчас лучше, короче, хрен знает, пробую все, реально, и, что сказать, и у нас есть газоотводные трубочки с собой, и микролакс клизма есть, ну, для меня это лично просто, ну, настолько крайний случай, когда я не знаю уже, что, потому что живот у нее был мягкий вчера, у нее, в принципе, постоянно мягкий живот, потому что она в туалет все хорошо ходит, тем более, что мы ей даем этот испумизан, укропную водичку, оно все, как бы, для этого, ну, положительно должно влиять, чтобы как раз не было никаких газов, и в туалет хорошо ходить, хотя, хочу сказать, что она больше раньше ходила в туалет, чаще, короче, что мне пришло с ВБ вчера, то, что я разбирала, мне пришла куча влажных салфеток для ребенка, ну, я вам показывала, я все разложила, мне пришли доски разделочные, салфетница на кухню, такая же, как у нас в Москве есть, куча разных тряпок для уборки, тут, кстати, опять убираться надо, причем до хрена, вообще, приехал Слава, когда он приехал, Нютка дремала в коляске, потом она начала просыпаться, похныкала, я ее забрала, принесла домой, покормила, потом она сходила в туалет, поменяла подгузник, потом снова пыталась кормить, все равно она хнычит и хнычит, ну, короче, на этом я заканчиваю влог, посмотрим, что будет завтра, но сегодня хнычит весь день, сейчас на ручках держу, вроде, хоть успокоилась, но не спит, беденький мой малыш, весь этих пятничков, ножки-то тригаются, так что все, на этом я с вами прощаюсь, в этом влоге, всем пока, будьте счастливы, здоровы, и пусть ваши дети тоже будут счастливы и здоровы, вот, всем пока,